Видео называется Обыграй Роналду, выиграй миллион долларов Если этот подписчик обыграет Роналду один на один Я дам ему миллион долларов В этом видео вы увидите как Боже мой Рано что меня не позвал Я бы его точно обыграл И самые быстрые атлеты на планете Соревнуются с обычными людьми Начнем с Тома Брэдди Готов увидеть соперника? Давай Вон там игрок школьной футбольной команды Джейк Твой соперник Вы будете по очереди бросать мяч в шарики Первый кто лопнет все четыре получит сто тысяч А так как семь перстней супербоула А типа крутой какой-то, да? А, он суперболист Величайший квотербэк всех времен Его шарики будут меньше Джейк, разумеется Потому что у него нет семи перстней супербоула Попробуй лопнуть первый шарик Первый поединок начался! Этот самый легкий Молодец Теперь ты, Том Так, поехали О, попал! Как же быстро! Теперь с 18 метров! Боже мой! Два из двух! Просто играючи! Том, он твой враг! Хватит его поддерживать? Это было хорошо, я впечатлен! 18 метров! Что для Тома обычное дело! Оооо! Браво! Он промахнулся. Ебать, лох. Уже и дождь пошел. Эй, это ты дождь вызвал? Нет. Ну, я позвал школьную команду Джейка для поддержки. Помогите ему победить. Джейк, 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 Джейк. О, еще один. Не, ну, слушайте, у этого Том Брэдди миллионы долларов. Поэтому, если он проиграет, ему-то че. У меня такое ощущение, что вот эти вот известные футболисты, рейкболисты, могли бы просто поддаваться специально, чтобы отдать победу, соответственно, вот этому чувачку, например, какому-нибудь. Ну, специально, такие, типа, да ладно, я не буду особо напрягаться. Ну, а че такого-то? В итоге мистер Битс такой, блядь, да вы че, охуеть, что ли? Я че, каждому сейчас по миллиону должен давать? Или сколько там? Эй, молодец. Том, ты же не промажешь дважды? Не должен. Бросай. Легко. При всем уважении к твоим спортивным способностям, но в видео не будет соревнования по минету. Ты там нужен. Долбарь, сука. У тебя вагина на экране. А, да? А, да. Отлично, теперь ничья. Сейчас попаду, я знаю. Сейчас попаду. Отлично, Джейк, отлично. Ладно, Том, можешь бросать? Не фигеться. Плохие дела у нашего Джейка Соберись, чувак, если он попадет еще раз, то все Я знаю И сто штук уйдут на благотворительность Вы верите в него? Капитан, блин, спасибо за перепадку Да ладно Ну он еле докинул Ну типа до следующего он уже, скорее всего, даже не докинет Он еще не выиграл И бросок дома 45 метров Далековато Нифуя, а вы бы смогли 45 метров-то, а? Он стоит Неуважительно Ты им ответишь? Вы, наверное, думаете, что лучший квотербэк Чехов ребенок легко с этим справится Да ладно Если он не докинул, то это точно не сможет Но точный бросок до 45 метров Не прост даже для опытного игрока Да ладно Это, блядь, рядом было Этот парень не даст тебе много шансов Используй их Лео, Том, все ближе и ближе Главный момент твоей жизни Попади, победи Тома Брейди Выиграй 100 тысяч на глазах у друзей и 200 миллионов зрителей Давайте Ты сможешь Короче, если у тебя попадет, то я лох Нет, 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 нет Нет Блядь! Не считается? Она от земли отскочила Не считается, блядь Я не лох Он должен был сразу попасть Четко, блядь Че за хуйня, это не честно Это он лох, он не докинул Пиздец Ты победил Тома Брейди, ты выиграл 100 штук В этом видео будет еще много потрясающих атлетов Включая, возможно, величайшего футболиста всех времен Криштиану Роналду Но сейчас посмотрим, как обычный человек соревнуется Золотая карточка, как в этом Фи-фи Спасибо, спасибо, спасибо Акумаки, спасибо Ой, блядь Быстрым бегуном в мире Это Ноа Лайлз Лебаня, да что там было? Чемпион мира и олимпийский чемпион Который сейчас является самым быстрым человеком на земле Непревзойденный по скорости никем из ныне живущих И он будет соревноваться за 100 тысяч жена Еще прикол какой-то, что ли, блядь Ничего не понял, блядь Ну ладно Моим другом Самый толстый в мире А, ну это типа шутка, что ли? Но я отдам деньги на благотворительность А если... Тьфу, ёб твою мать Джона, я переведу их ему на счет Но шанс Джона на победу минус 200% Поэтому мы дадим ему фору Это будет гонка на 200 метров Так И в итоге Тот чувак будет идти пешком Или вообще ползать, да? А вот этому, соответственно, можно будет бежать Или как? Джона, конечно, я дам тебе фору За определенную цену Ты можешь убирать по 10 метров Из общей дистанции За 10 тысяч Из твоего приза Скажем, ты хочешь стартовать Вот здесь Это фора в 10 метров Догонит за 5 секунд Окей Пойдем дальше А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а ногу еще до финиша. Как это делается? Ноги на подставке. Он не добежит, во-первых, слишком много бежать. У него сердце просто не выдержит. Вот. Дыхалка там и прочее. Он просто даже добежать физически не сможет. Фора почти в половину футбольного поля. Это ближе, чем многие думают. Итак, бегуны, вы готовы? Обгонит ли Джона самого быстрого человека на планете за 40 тысяч долларов? На старт! Внимание! И начали! О! Джона рванул! Джона рванул! Он меня догонит! Джона, давай! Давай-давай-давай! Беги! Беги! Ебать! Ебать! Давай! О, сука! Давай! О, боже! Представь, что за тобой бежит маньяк, блядь! Я вуууууууууу! Нахуй! Бля, ну все, бегай! о финиш давай ни хуя несется ебать ну ладно успеет все не успеет не успеет не успеет не успеет не успеет он подкалывает его он дошел до финиша пешком боже мой боже мой тут надо скорую вызывать брода он как епар не ступай да страшно закинь меня на плечо не могу закинь меня на плечо но победил и хочет перевести деньги на благотворительность и кстати далее в этом видео но лэйлс посоревнуется самым быстрым на земле а еще успит а пока что сыграем в бейсбол с брайсом харпером нашим следующем поединке примет участие возможно лучший хитер на всей планете большая часть чего блять он отлично проявил себя в детской лиге а против большого джастиса выступит один из сильнейших хитеров в истории бейсбола боже бейсбол это спорт который я вообще не понимаю я понимаю там футбол до люди смотрят а вот почему смотрит бейсбол типа вот он отбивает этот шар мячик он куда-то блять летит ты даже не видишь куда он полетел все так медленно а потом за этим шариком бегут потом ты ждешь блять я понимаю как бы у каждого свое но в америке это тема реально популярна это нечестно чем интерес я готов рекордная сила удара брайса харпера позволила ему сделать более трехсот хоумранов заработать два титула mvp восемь раз сыграть на матче всех звезд и даже в самом деле интересно когда в правилах шаришь а игры чемпионат хоумран дерби может когда ставки делаешь там не знаю почему вы будете соревноваться друг с другом в хоумран дерби мне крышка ты сможешь но большой джастис вдвое меньше брайса харпера поэтому его забор вдвое ближе чем у брайса харпера себе конец давай большой парень и как и в любом другом поединке в этом видео если победит большой джастис он получит 100 штук а если брайс то мы пожертвуем 100 тысяч на любую благотворительность тогда я хочу чтобы брайс харпер победил нет оба старайтесь изо всех сил сделаем это думай о карточках с покемонами карточки с покемонами большого джастис с покемом с покемонами до сих пор актуальность из кажутся большого джастиса нет везде давайте он специально до для видоса такой типа тип такой крутой да ладно но благотворительно не нужны мне ваш сто тысяч и карточки с покемонами танцев у него 10 ударов посмотрим сколько будет хоумранов я не поймаю попал в стену наконец-то я не понимаю о боже а это может быть хоумран бро один из трех да это же реально сложно за пределы поля поля ну это чё это такое я тоже кстати мог по 6 уровень детской лиги ты так хорош брайс но нахуй что что за пределы стадиона либо а может за пределы америки блять шар ёпнуть просто так и он акш он просто за океан улетит куда-нибудь кажется для брайса нужны и стадионы побольше 3 из 8 если будет только 3 у тебя и шанс о не сработало попадет гитару еще хумран я устал сделает ли он 5 из 10 4 из 10 а блин я устал ну да 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 справишься а пару ударов и выдохнется погнали вперед части сможет победить брайса харпера я знаю большой джастис блядь 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 ты готов давай братан ну да ну да слишком легко ну реально очень близко забор я бы справился но старешься блять смешно этого чел да они подожди чуть-чуть не попал он может так гранаты на кремль да ты на моё да иди нахуй чё ты несешь завершай уже устал семей давай ты сможешь хотите что-нибудь сказать сыну давай сука блять эту пиздюлей получишь дома нахуй ремня как дам щас батя давай парень подожди так надо ему еще одну нет лучший момент моей жизни у тебя еще два удара если попадешь хотя бы раз ты победил ни хуя не так-то молодец конечно малой подрастет я думаю будет профессионал он и так как бы может быть профессионал своей детской лиги но подрастет будет профессионалом блять в большой спорт пойти сможешь давай парень еще раз давай же завершить дела но тут все тут походу бегать разве не надо оху знает кстати точно смотрите он так счастлив я горжусь того чего это было круто но погодите пока не увидите как криштиану роналду сражается один на один со случайным парнем но сейчас посмотрим как любитель гольфист сразиться с профессионалом слева от меня брайсон дэшам бля вот гольф такая же хуйня тоже вот не понимает хуйню стоят богатые блять какие-то чувачки шар катают по полю блять ну как даже не то что его катают бам за блять по шару бьешь он улетает куда-то в три пизды блять за сто километров и ты стоишь такой я не знаю можете по у богатых зрения какое-то особенно что они видят этот шар за километр который в дырочку закатывается это они стоят таким да и всего как бы просто ты как бы шар в дырку пытаешься закатить смотри расскажет да не я понимаю прекрасно двукрасный победитель крупных турниров по гольфу а справа от меня арон и я думаю что будет справедливо сказать что брайсон лучше а почему вот реально в гольф играют в основном только богатые с чем это связано почему это вот эта вот тема на у богатых в основном причем реально чтобы попасть какой-то гольф клуб и ходить туда надо блять внести там депозит там я не знаю минимум 100 тысяч долларов и и только тогда туда попадешь хорошо а почему так дорого то блять аренда поля дорого очень традиции большие поля у них арендовать все надо поле огромное а а а и поэтому типа дорого потому что сложно организовать такое идеальное поле где так все ухоженно и интересно играть пиздец традиции самой игре уже 150 лет бля но я тогда хочу стать настолько богатым чтобы я мог себе позволить ходить на гольф это полезная тема на самом деле ты можешь ходить играть в гольф чтобы просто познакомиться с другими богатыми дядями и заиметь какие-то связи контакты и может быть даже начать какое-то дело бизнес и прочее-прочее при внутрь сам представь ты во флориде например пошел в гольф поиграть а там трамп и все и такого hello trump или илон маск или еще кто-то блять и все и заебись причем трамп реально ходит часто в гольф играть и любой может туда купить доступ дорого только что играет в гольф да так что ждите ребят и ирл гольф с трампом поэтому твоя лунка будет в 50 раз больше его лунки хорошо вообще может быть и в самом деле купить доступ на там там просто я как слышал блять продается только типа на год абонемент ты можешь прийти один раз поиграть и уйти больше не приходить это не как боулинг пришел поиграл ушел по моему там надо покупать годовой какой-то абонемент который стоит там не знаю 100 тысяч долларов и ты можешь ходить вот я бы хотел реально чисто для ирл стрима в гольф поиграть уже представляю как я играю в гольф и там трамп где-то по соседству ходит тоже играет это вот это будет имба на кону 100 тысяч выиграешь ты и я завтра же переведу их на твой счет а если ты то переведу на благотворение почти 800 долларов а вот но это я еще могу себе позволить я могу лежать в этой лунке вот какая она большая лунка находится на расстоянии трехсот одного метра пиздец это как надо охуеть как думаешь за сколько ударов ты попадешь как это надо так бить чтобы она туда блять улетела с четырех с четырех может стрех ты бать это шо это лёва тукей что ли тот самый ударов ты попадешь мячом в лунку реально он в четырех может уже визе американская отказали ты попытаешься зафигачить его туда с первого удара до прямиком в лунку без патов как это вообще возможно генетика генетика посмотрим что выйдет на кону 100 тысяч долларов ты можешь бить я реально впечатлен что ты не попал в воду я там же все препятствия на поле это все искусственные холмы уклоны и водоемы и т.д полей в гольф клубах много это все инвестиции нихуевые при открытии которые надо отбивать в лесу ход и прочие постоянно расходы да я очень впечатлен спасибо боже мой поспеши одна лунка брайсон ладно просто удать помещу один из лучших игроков в гольф на планете я даже не знаю куда он полетел это может быть перелет чувак еб твою мать но он вполне куда-то еще заворачивает а если ветер реально лунка в той стороне а мяч полетел в эту опа опачки здорово здоровенько ку привет сюда можно сказать русский мистер бист на связи озвучка точнее ку сколько баллов из 10 дашь этому удару мало так вот твой мяч мы знаем потому что он синий и как видите это прямой удар в лунку если брайсон попал в воду боже мой я лучше него пойдем искать подожди а подожди минуточку еще раз то есть они один раз ударили мяч мяч летит падает то место куда он упал они потом на машине едут в это место и он опять бьет мяч в сторону лунки получается япон кто за меньшее количество поводит тот и выиграл его это сколько баллов есть какой-нибудь вариант для бедных поиграть в гольф ну типа поле не такое идеальное поле на котором нет машин и надо пешком ебашить до этого мячика если ты ударил по нему вот поле где на котором может быть говно например может наступить случайно в дерьмо да его никто не убирает короче гольф для нищих это кстати хорошая идея открыть гольф для всех мини-гольф да бля не но мини хуйня из десяти дашь этому удару мало так вот твой мяч мы знаем потому что он синий и как видите это прямой удар в лунку если брайсон попал в воду а ведь я лучше него пойдем искать твой мяч тот факт что брайсон может быть дальше не всегда означает что это хорошо так что прежде чем ударит посмотрим будет ли брайсон наказан за дальность удара если мяч говно падет придется по говну ебашить но вместе с говном да говно так в разные стороны а как иначе чувак это бедная жизнь так мы ищем его мяч подъезжаем к лунке я думаю он должен быть у грин а надеюсь посмотрим дела плохи ребята да я его не вижу мяч попал в воду так что когда мы вернем мяч брайсона на поле для гольфа это будет считаться его вторым ударом а это значит что теперь он будет бить третий раз так посмотрим на что ты способен по сути если сейчас он попадет то выиграет 100 тысяч важный момент куда он летит прямо к лунке хорошо едем это безумие да ну рядом с твоими чем так близко его игрой и моей игры шансы безумные спасибо комплимент первый за сегодня ты пользуешься яху спортс да играю фэнтези футбол да точно у них есть новая игра дейли драки блять которую мы анонсируем да ты что нахуй рекламу в такой напряженный момент это сука вот урод блять важный удар я хотел пропустить да поэтому пока он его делает я расскажу вам о новой игре в приложении сухо а вот у яху спортс очень нахуй спортс не хочешь вот он вот он вот он не долетел до грина чуть не долетел он синий заметный ты доволен ударом я жду классического брае сына удар мимо лунки и все будет окей вау все хорошо уау дейли дро это бесплатная игра доступны в приложении Яху Спортс. О, отличный удар. Феноменальный удар. О, выглядит неплохо. Очень неплохо, как близко. В Дейли Дро вы получаете карты и используете их, чтобы предсказать исход игр. Если вы угадаете, верно? Я бы попал все 100. Жизнь подводила тебя к этому моменту. Принесет ли этот удар 100 тысяч долларов? Чё? Ты чё ты сделал, блядь? Боже мой. Чё это, блядь, было? Чё это за позор, блядь? Он застрял в траве. Кто застрял? Ты вообще как ударил, блядь. Несет ли этот удар 100 тысяч долларов? Боже мой. Он застрял в траве. Это, пожалуй, самое неловкое, что я когда-либо видел. Мне даже поплохело. Да, как же так, приятель. Надавна благотворительница. Само собой. И перед последним, возможно, ударом, скачайте Яху Спорт по ссылке в описании. И мы подарим 100 тысяч тем, кому попадется карта Мистер Бист. В наборе Дэйли Дро. По 10 тысяч каждый день в течение 10 дней. Начиная с 20 декабря. Да всё. А если вы подпишетесь на напоминание, то сможете встретиться со мной и ребятами и сделать селфи на съёмочной площадке. Боже мой. Чего, блядь? Она по дырочке проехала. А она прям мимо! Охуеть. Ещё один позор. Я в шоке вообще. Боже мой! Что, серьёзно? Ты должен попасть, Брайсон! Знаешь, думаю, тебе нужна поддержка. Мы позовём твою жену. Ты меня видела? А вот она. Блядь, опять позорится ещё и перед женой. Бать Мистер Бист унижает людей в своих видосах. Просто я на глазах семьи. Блядь. Наблюдала за тобой из кустов, да. О, нет. Скажи, ничего, если ты проиграешь? Я так не могу. Боже мой! О, у меня сейчас сердце взорвётся. Я постараюсь. Блядь, в такую лунку не попасть. Это надо чё? Ты сделал это! Ебать, да там вот такая дыра нахуй. Алло. О, а этот почему-то в маленькую вообще пытался. Огонь! Давай, Брайсон! Промахнёшься, и это разлетится по всему интернету. Окей. Так или иначе, вы сыграли в ничью. Возьмём ваши мячи. Ну, тот профи. Ну и чё? Аарон, ты будешь... Этот тоже неплохо играет, судя по всему. Не первый раз играет в гольф. Ты будешь бить оттуда. Окей. Боже мой. О, этот улетел дальше. Ладно. Повеселимся. Тайбрейк. Момент истины. О, нет! Ролан, отойди! О, нет! Как из пушки. А? По-моему, мне показалось, да? Ну ладно. Он в воде! Моя жена смеётся, я слышу. Так ещё больнее. Он храбро сражался. Ну, закончим дело. О, это отлично. Хуя нам кусок земли аж вырвался. О, на грине! Мяч Аарон упал в воду. Мы положим его мяч сюда. Это его удар. Вернёмся к профессионалу. Закончим дело. Окей. О! Вот и всё. О! Он выкатился прямо ко мне! У тебя есть шанс, брат. У тебя есть шанс. Я пытаюсь, я плохой гольфист. Не могу от него отделаться. На кону 100 тысяч долларов. О, хорошо. Нет, не очень. Вот он, пролетел над головой. Ненавижу гольф. Если Брайсон... Склейка была? А ну-ка. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Реально как-будто чё-то произошло Или не? Не, нихуя, это не скрип Это просто так... Слушай, вроде нет Да блядь, да блядь, да блядь Ай, да иди нахуй, короче Ой, куда я перемотал-то, блядь, стоп Что-то я тоже перегнул Он выкатился прямо ко мне У тебя есть шанс, брох, у тебя есть шанс Я плохой гольфист Не могу от него отделаться На кону 100 тысяч долларов О, хорошо Нет, не очень Вот он, пролетел над головой Ненавижу гольф Если Брайсон промокнётся, у меня будет шар Слушай, интересная хуня на самом-то деле, оказывается Последний удар Это было честно для меня Хочешь, я тебя подбодрю? И как же? Самый популярный человек, который снимал... А чё, всё, он проебал? ...в моих видео Но прежде чем мы пойдём тусоваться с Роналду Мы вернёмся на стадион Ведь я хотел дать кому-то ещё шанс победить Но лаялся И у меня был идеальный кандидат Почему мне звонит мистер Бист, а? Йоу! Спит! Смотри, кто тут рядом! О, НО! НО! Побегаем! Когда хочешь проиграть? Я прямо сейчас закончу стрим и приеду к вам И я не мог поверить Но Спит и правда пришёл, чтобы посостязаться с НО Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Братан, I'm sorry, goodbye Скажу я Знаешь, что меня зовут Спид, да? Ты сам себя так назвал, мило Итак, Спид, возможно, самый быстрый создатель контента в мире Думает, что обгонит самого быстрого человека в мире Я лишу его титула В Олимпиаде все так говорили Боже мой Я лишу тебя его Если снова выиграешь ты, это еще 100 тысяч на благотворительность А если Спид, то 100 штук получит один из его фанов После второго шага Какой там никнейм? Студио Бэнд Надо випку, мне кажется, выдать, не? Вот так вот А мне, а ты что-то озвучил? Может ты нам видео для Мистер Биста озвучиваешь? Нет Ты потеряешь надежду и захочешь остановиться Не останавливайся Мое имя Спид Готовься быть в шоке, бро Ладно, это забег на 50 метров И если Спид победит Он официально станет самым Он проиграет Самым быстрым человеком на планете Господа Нужна отсылка на тебя в видосе Много хотите, ребят Вы что, с ума сошли, блять? На официальном канале Мистера Биста еще какая-то отсылка Ага, сейчас, блять Уволят потом и все По-моему, я это видел Он проиграет О, стартовали О, Спид впереди Спид правда впереди У него есть шанс, он может победить Где-то видел, а в шорте, в шорте Еще до того, как видео вышло Он смотрит на него так Типа, ну че, братан Боже мой, Спид Они совсем рядом Ебать Боже мой, он почти смог Это ничья Это ничья Посмотрим повтор Это ничья Я пойду заберу деньги Вот вам камера С ультра-замедлением Хотите взглянуть? А, ну давай Бля, ну Да Бро, это ничья А почему лента на мне? Ты липкий, потеешь Ты тоже потеешь? В какой фонд мне передать эти сто тысяч? Я бы хотел, чтобы Спид их получил А моим ученикам они нужны больше Боже мой Но прежде чем встретиться С любимым человеком Спид Короче, себе бабки забрал В нашем финальном поединке Я сообщу вам, что 19 декабря Мы запускаем величайшее реалити-шоу Из всех когда-либо созданных Нихуя А, ебать, понятно Даже сореть нельзя будет На похуй всем, блядь 19 декабря Путин анонсировал Свою трансляцию Как она там, это хуня Прямая линия с Путиным будет 19 декабря Поэтому на твои вот эти вот игры Всем будет вообще насрать У него из-за этих игр Вот из-за этого как раз На него кучу судов там завели, блядь Как на Трампа, буквально Реально Что-то там, я не знаю Все на него ополчили Что он там издевался над людьми Еще что-то делал Сейчас, наконец-то, пришло время встретиться Самым важным гостем из всех Кто когда-либо был на этом канале На кону миллион долларов Ебать Не, вот это уже серьезное Лид сразится за них С величайшим футбольным феноменом Кристиану Роналду Между тобой и миллионом долларов На банковском счете Стоит Роналду Я надел счастливую футболку С мистером Бистом Он мой главный фанат Он твой главный фанат? Я его главный фанат Ты запинаешься? Это нервы Бро, соберись Это большие деньги Правила соревнования просты Вы оба будете бить по мишеням в воротах Первый, кто попадет в три мишени Побеждает Так И если Халид каким-то образом победит Роналду Я дам ему один миллион долларов Можно просто забрать его? Нет, сперва победи его Каковы твои шансы победить Роналду? А условия у них одинаковые будут? 50 на 50 Ты с этим согласен? Мне нравится его уверенность Окей Да Можешь бить, когда захочешь 100 миллионов человек смотрит Подожди, он в начале видоса говорил про 200 миллионов человек Теперь 100 миллионов Куда 100 лямов пропало, блядь? Они не дожили до конца видоса, что ли, нахуй? Или я что-то попутал По-моему, 200 миллионов он говорил А, видео просто не досмотрели, точно Нулям Роналду, теперь ты Нуль Окей, погнали Да ладно Ебать позор Все, его еще уволят из клуба В каком сейчас там состоит? Сейчас у него минус зарплата, блядь Серьезно? Это, наверное, единственная удача, что выпадет тебе за все видео Это может быть твой последний шанс вырваться вперед Да ладно Хуя Ты попал Простите Простите, Роналду Ты сейчас выигрываешь у Роналду Вау Но нужно еще два Боже мой Это сложно Нет, вовсе нет, подожди Вау Ладно, покажи, почему ты лучший Все, этот мужик мне Жарахова напоминает Давай Ты что, прикалываешь? Да, блядь, он поддается Он поддается, блядь Он рофлит Можешь стать миллионером Еще два Что происходит? Проход Блядь Происходит Да ну нахуй Штанга? О, почти попал Итак, теперь у Роналду Есть шанс сравнять счет Попадет ли он? Да ты что нахуй На приколе, блядь Я не понимаю Я пойму Хуня какая-то Это точно Роналда, блядь Мне кажется, просто копию Роналда нашел И выдает его за реального Может у Роналда тоже есть какие-то Эти самые Клоны, блядь Двойники И это его двойник просто Который не умеет Банкетный, наверное, да О, Халид, не давай ему ни шанса Халид, этот удар будет Я попаду Ты благословил его Я верю в тебя Кажется, Роналду хочет, чтобы я потерял миллион Так ты же в любом случае утеряешь Благотворительность или этому чуваку Так, давай, Халид Блядь, пиздец Боже мой Сука Невероятно, но Халид вел с разницей в два очка А это означало, что Роналду мог выиграть Только попав во все три мишени до того А он может попасть При желании, кстати, ага Халид попадет еще в одну Ты думаешь, что попадешь три раза подряд? Честно? Нет Правда? Окей Я не уверен Это может быть величайший камбэк в истории Окей Боже мой, это твой шанс Ты реально можешь победить Халид Это твой шанс Выиграть миллион долларов И изменить свою жизнь Навсегда Халид, давай, удачи Спасибо Дайте ему место Давай, Халид У него один удар мечом стоит больше ляма баксов Подожди Посчитайте Я так горжусь тобой, мой друг Один миллион Чего, блядь? Пиздец Чел просто, блядь, заработал лям нахуй Да ты охуел, сука Еще с этим Роналду, блядь, пообнимался Я в шоке Постанова, блядь По-любому, друг Мистер Биста В итоге попилит нахуй этот лямчик и все Да Он еще А я не знаю, он Роналду заплатил деньги за коллаборацию? Или Роналду такой добрый, что типа просто так пришел? Вот это тоже интересно У Роналду годовой контракт 200 миллионов евро А подписал он его за три года Что если равно 600 миллионов? Охуеть, блядь Ребят, вы не хотите стать футболистами, а? Может нахуй То, на что вы там учитесь Идите в футбол И будьте как Роналду только В этом случае Потому что в другом случае это все хуйня И вред здоровью только Они записали подкаст С Бистом на канал Роналду А-а-а Я понял Это с детства надо заниматься? Так меня же дети смотрят, говорят Вы че? Вот все правильно Эй, Роналду, попросишь их подписаться? Да-да Все, кто подписаны на Криштиану Подпишитесь на Мистера Биста А на меня? В этом, ну ладно Конец видео 19 декабря Я выпускаю долгожданные игры Биста На прайм видео Я собрал тысячи участников Чтобы они сразились за 5 миллионов долларов Самый большой денежный приз в истории развлечений 10 эпизодов чистого хаоса Предательства И сам Бля, это же... Как же эта хуйня называлась? По первому каналу раньше шло Большие гонки Не, не большие гонки Или как там... Да какой кальмар, блядь? Нет Голодные игры Большая гонка? Или так и называлось? На первом канале На первом еще, блядь, программа была Там Дмитрий Нагиев Эту хуйню еще вел Вот что-то такое, похоже По командам делит, короче, людей Там всякие соревнования И так далее Я Алеша Милый мальчик Я Алеша Сяду в танчик Я Алеша Ну я... Милый мальчик Милый мальчик